Всем привет! В этом видео поговорим о том, что коммунальные службы США будут взимать плату с абонентов в зависимости от их доходов. Америка, считавшаяся ранее страной равных возможностей, перестает восприниматься таковой. Американские коммунальные компании планируют реформировать рынок услуг ЖКХ с помощью государства. С амбициозными планами, призванными повысить эффективность деятельности и качество оказываемых услуг, выступили сразу три компании, расположенные в штате Калифорния. На этой неделе компания Southern California Edison, Pacific Gas & Electric, San Diego Gas & Electric опубликовали совместный план по введению фиксированной платы за пользование услугами ЖКХ в зависимости от уровня доходов потребителей этих услуг. Новый план предусматривает отказ от действующей системы оплаты коммунальных услуг, рассчитываемых по единой цене. В будущем цены для бедных, то есть для малоимущих, за пользование газом и электроэнергией составят 15 долларов за единицу объема ресурса, а для богатых до 85 долларов. Ставка для оплаты будет дифференцирована с учетом данных о доходах каждой американской семьи. По данным калифорнийских коммунальных служб, их инициативу поддержит большинство жителей штата, поскольку фактические расходы большей части абонентов на оплату услуг ЖКХ снизятся в среднем на треть. Основной объем расходов ляжет на плечи обеспеченных граждан, коих в штате Калифорния пока проживает довольно много. Местные СМИ отмечают, что предложение коммунальных служб пользуется поддержкой у правительства штата и у губернатора Гевина Ньюсома. Региональный новостной портал ABC7.com сообщил, что Комиссия по коммунальным услугам штата Калифорния в ближайшее время планирует одобрить переход на новую систему расчетов за энергоресурсы. Вести в действие ее планируется с 1 января 2025 года. Отмечу, что для введения дифференцированного подхода к расчетам начислений за услуги ЖКХ, американские коммунальщики, вероятно, получат доступ к персональным данным абонентов о размере их годового заработка. А тем временем штат Калифорния возглавил рейтинг штатов с наиболее сильным падением цен на жилье. За последний год стоимость жилья в Калифорнии снизилась на 5,5%.